Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Росстандарт сообщил об очередной отзывной кампании На этот раз к официальным дилерам предлагается явиться владельцам почти 110 тысяч автомобилей Лада Калина и Лада Гранта Реализованных с начала сентября 2015 года и оснащенных механической коробкой передач Специалисты установили, что трос сцепления у упомянутых авто может перетереть один из патрубков Список ВИН-кодов машин, подлежащих отзыву, размещен на сайте Росстандарта Трасса 101 Водителей, часто и бесцеремонно нарушающих правила дорожного движения, в очередной раз предложено наказывать строже Например, пожизненно лишать прав Такая инициатива была высказана накануне в Госдуме Кроме того, по словам ее автора, если из-за действий лихача погибнет человек То его надо судить как за умышленное убийство Парламентарий заметил, что в начале апреля все лучшие умы Думы будут брошены на выработку более жестких мер ответственности за игнорирование ПДД Трасса 101 Министерство здравоохранения ответило на претензии ГИБДД о непредоставлении ей сведений о водителях, состоящих на учете у нарколога Смысл ответа следующий Для нас, докторов, наивысшей ценностью является врачебная тайна и права пациентов Поэтому необходимо искать другие способы взаимодействия без передачи медицинских данных Минздрав предложил организовать широкое профессиональное и общественное обсуждение данной темы Трасса 101 Необычное предложение начали получать пожилые водители в Японии Им предлагается сдать права в полицию, а взамен получить скидку на последующие ритуальные услуги Инициатива объясняется тем, что в последнее время в стране восходящего солнца резко выросло число автомобилистов в возрасте старше 75 лет Одновременно увеличилось и количество смертельных ДТП с их участием Отмечу, что Япония традиционно является одним из мировых лидеров по средней продолжительности жизни человека Курьез случился на главном заводе БМВ в Мюнхене Два нетрезвых сотрудника устроили сбой в работе конвейера, из-за чего его пришлось остановить Производственный процесс прервался всего на полчаса с небольшим Однако ущерб, по данным руководства предприятия, составил почти 1 миллион евро Начальство заявило, что это первое пьяное ЧП за всю историю немецкой марки На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101